добрый вечер смотрите кто у нас тут такой смотрите код короче это код кокс кокс канадский сфинкс кокс кокс а это я постирала чистое белье в общем кокс очень любит чистое белье если его повесить или положить на кровать не убрать сразу кокс прям обожает он очень быстро из чистого белья встанет сделает грязная то стираю я вру в ручную я устроила уже тут предновогоднюю стирку предновогоднюю уборку я так понимаю можно не устраивать потому что этот хлам вообще ни хрена невозможно наверное убрать потому что его просто банально в тупую некуда убирать поэтому поэтому если все сложится удачно если мне повезет я просто пойду на новый год в гости на новогоднюю ночь и даже не буду заморачиваться не с уборкой не с готовкой тут вянет виноград вообще ни с чем не буду заморачиваться а просто на новый год я пойду в гости если получится а если не получится тогда я останусь дома и устрою для вас новогодний алка стрим то есть так и это хорошо так и эдак славно вот такие вот дела тут у меня вянут цветочки сейчас я покажу как я выгляжу с вами марина морлок сегодня четверг сегодня у нас на работе было что-то вроде такого небольшого мини корпоратив чека вот и мы там немножко даже накатили там накрыли столы причем столы накрыли так неплохо там были фрукты конфеты шампанское были вкусные конфеты вкусные фрукты вкусные шампанское так что я уже домой приехал так слегка на веселе но правда как бы в этом году обычно вы уже перед за неделю перед новым годом как бы активность прекращается и заявки уже не идут там сотрудники уже там доделывают что было уже там сидят это такие расслабленные а в этом году нифига в этом году заявки идут и идут и идут 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 сплошняком александра еще ушла в отпуск в последнюю неделю а думала что будет мало работы думала будет мало заказов и короче она отдохнет но нифига и уже вчера вырвали из отпуска потому что грандиозные заказы там на какие-то вообще суммы большие крупные там буквально там на 4 миллиона может заказ прийти на миллион на 2 совершенно спокойно и он просто уже в шоке ну в общем вот так вот я выгляжу я сегодня в ваших любимых розовых лосинах вот пришла я вот домой с работы у меня новые тапочки из фикс прайса но у меня правда и старые тапочки тоже были фикс прайс но эти тапочки короче из фикс прайс у меня я читал такую тему что если вы хотите ну чтобы у вас появился сожитель там не знаю сожительница муж жена там девушка парень неважно кто вам надо купить тапочки и принести домой а скажите кто-нибудь верит в это кто-нибудь так делал покупал тапочки себе в надежде что у вас появится там парень девушка муж или жена и как-то у вас сложится отношения кто-нибудь так это пытался сделать спровоцировать улучшение жизненной ситуации в плане покупкой тапочек как-то так вот там чё-то гринит там еще мои постерушки у меня какая-то глобальная постерушка предновогодняя причем грязного белья меньше не стало ну ничего тут не изменилось потому что блин это частный сантехник отказывается тут работать говорят что ему нужно чтобы вывели два соска му просвет отказывается два соска вывести в общем все тут застопорилась я думал тут как-то хоть к новому году будет как-то получше но нифига как обычно есть у ремонта начало нету ремонта конца блин а вот так вот выгляжу я в новых в новой синей тапки потому что старые тапки у меня уже развалились и в таких вот ваших любимых я сегодня лосинах прям вот именно как вы любите такие вот розовые они прям вот как вам нравится и в кофте от кофт стал домашний потому что я ее неудачно постирала с отбеливателем и она короче очень неудачно сзади полиняла у меня выросли длинные длинные волосы и я даже не знаю стричь их и мне жалко идти в прикмахерскую боюсь у меня там обкарнают и я буду ходить потом подстриженная как-то как мне не нравится вот в общем таком вот я видев таких вот я лосинах лососинах надо одеть как-то подобрать уже сережки к новому году и еще я хотела вам показать ну естественно покупки подарки скоро же новый год с вами марина морлок вот но настроение новогоднего у меня нет совсем хотя вчера выдали зарплату и мне даже дали чуть больше чем обычно мне оплатили нормально больничный в общем я очень потому что боялась потому что я же болела в конце начале ноября в конце октября я заболела и мне и меня там отправили на больничный аж на неделю испугались моего атипичного кашля подумали вдруг это какой-нибудь там тубик и пришлось меня там ехать флюорографию сдавать и в общем я боялась что вдруг мне не оплатят это больничный но нет меня совершенно нормально оплатили больничный плюс еще там чуть-чуть процента с выполненных сделок короче говоря ввиду того что работы много был немножко накапала и это получается зарплата была вполне приличная но и она моментально у меня ушла потому что меня предали вот эти вот ботинки вот вот эти вот ботиночки собственно вот эти вот они меня предали я вам показываю эти ботинки покупала на балберес и я специально выбирала такие ботинки брутальные я думаю вот они так выглядят такие брутальные как мужские прям я думаю они наверное будут крепкие они наверное не развалится у меня наверно в них прохожу всю зиму этом мне там нужно ходить по полю мне надо ехать на дачу на рачу мне нужны какие-то крепкие ботинки я думаю ну вот эти вот как раз подойдут они нифига эти ботинки они короче говоря они развалились ну как сказать они то что развалились они внешне выглядят нормально то есть я думаю они будут теплые но они были оказались не очень теплые но это опять же еще по той причине что у нас в этом году такая очень теплая зима тепло туманы и поэтому в этих ботинках них даже жарко но другие ботинки которые у меня осенние они очень скользят если дорога обледенела то у них можно очень сильно навернуться вот поэтому вот эти ботинки я не ношу чтобы в них не навернуться и не полететь а вот эти ботинки они не скользят это их плюс у них хоть удобная была платформа но они стали жутко тереть ноги то есть прямо и они мне жутко вообще натерли мозоль страшнейшую что мне пришлось уже пластырь извести и она бы не только ширится они ужасно труд потому что что-то у них случилось хотя игры ботинки фирменные цивильные выглядят очень прочными такими не ну это конечно китай но это фабричный китай вот вся обосрали эти ботинки стали что они прощай молодость натуральная кожа натуральный нубук мощная подошва как сейчас модно но короче говоря вот здесь вот они труд то есть вот внизу вот тут вот у них что-то с ними произошло и они стали сильно прям терять причем я даже не знаю что произошло вроде бы вроде бы с ними ничего не происходило такого на первых у них промялась подошва и выяснилось что у них подошва не сплошная как бы мне хотелось а выяснилось что у них подошва такая как бы внутри пусть там такая решетка внутри пустая и из-за этого именно по этой причине они проминаются и начинают тереть в общем вот и еще блин уже зеркало все заляпалась уже надо мыть еще короче говоря они стали тереть очень сильно и это стало совсем совсем неприемлемо ужасно так ну что ж наверно у меня сейчас будет рубрика 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 мои покупочки к новому году в общем уже сейчас так такие покупки так во первых вот у меня тут покупки сейчас на кухне отнесу а это старый так из fixprice кстати из fixprice у меня тут были покупки но и был немного я купил там тапочки вот эти вот и вот эту вот игрушку для окошки вот и там немножко энергетика пособа ничего не купил так я купила к новому году икру я ее купил не в железной банке а в стеклянной и икру привезли только вот 19 числа прибыла икра а я так понимаю что икра вот таких банках ну которые более-менее натуральные без консервантов она хранится очень мало она как и сливочное масло икра хранится максимум неделю то есть если она вот настоящая ее нельзя хранить больше недели она начинает портиться мутнеть ей можно травануться я думаю надо ее как-то сохранить до нового года ну как в этом анекдоте про вася у тебя эрекция не трогай это на новый год вот эту икру нужно как-то тоже сохранить до нового года я решил ее заморозить в общем вот такой жестокий эксперимент с икрой произошел потому что она замерзла очень мощно в лед вот просто я думаю если она просто будет в холодильнике стоять а все равно может испортится потому что я просто хочу предупредить икра семга там красная рыба это очень скоропортящие все продукты и я говорю соленая икра или соленая рыба это максимум неделя а сырая буквально не с пару дней то есть ее нельзя хранить особенно при комнатной температуре сырую икру или сырую рыбу нужно хранить исключительно в холодном месте вот именно в холодильнике и пару дней а соленую тоже только в холодном месте что рыбу что икру и можно хранить уже там неделю но все равно не больше вот я очень это забеспокоилась что она испортилась но вдруг а испортится чтобы они испортился я положил в холодильник и у меня стала офигительная мороженая икра и у тебя очень хорошо можно с водкой погрызть на новый год поэтому не знаю но я попробую разморозить ни в коем случае нельзя размораживать микроволновки она вся лопнет нахрен и у вас будет такое икорная жижа вот ну говорит она при разморозке может превратиться в жижу и уже испортится даже при разморозке поэтому нужно тоже медленно размораживать я не знаю что получится я вам покажу так вот я выгляжу и какие еще у меня покупочки на новый год как на новый год просто покупочки просто покупочки пара помидоров я что-то опасаюсь покупать овощи меня напугали искали что в них пестициды пиздециды что долго еще летние овощи можно покупать осенне а зимние да они как-то выглядят очень странно помидоры выглядят я взяла всего два вот ну так хоть лето вспомнить но они как-то выглядит они очень правда такие короче как будто они пластмассовые возможно действительно в них могут быть пиздец скорее всего я даже не стала поэтому брать за беспокойство взяла еще несколько груш мне все пишет худей худей прям как будто это принципиально но я думаю с одной стороны чтобы худеть надо есть фрукты овощи с другой стороны пиздециды тогда могут попасть в организм купила горошек зеленый оливье я делать на новый год не буду я оливье в столовой поем на заводе потому что у нас на